Караосина – это, скажем, второе средство такое, значит, после талоги, в домашнюю аптечку могут сходить. Это тоже антикоагулянт, это тоже противовоспалительное. Это как бы для специалистов, если кто-то есть у вас, медики здесь сидят, медики, нет медиков, тогда не буду ругать, если никаких говорить по поводу того, чтобы всем было понятно. Ну, скажем так, это противовоспалительное сильнейшее, простым языком, это нестероидный анальгетик, то, что обычно по ибобруфенному, индомитоцинному ряду, когда вот сейчас очень много, новый порядок таких есть средств, таких серьезных, но они и токсичны, потому что, безусловно, работают так, что все-таки печень и почки у нас остаются, скажем так, немножко ранеными, и даже порой не немножко, особенно то, что касается диплофенака, знаете, да, слышали о этом препарате. Так вот, когда я говорю диплофеновое, индомитоциновое, то есть это как раз в эксперименте, то, что вот мы, как препараты сравнения идут, скажем, на животных в том числе, и поэтому, если как, специалисты говорят, ингибитор цикла оксигеназа, СОК-1, СОК-2, то есть это уровень астероидных анальгетиков. Мне понравилось, когда я была на очень серьезном, на серьезной конференции, и когда весь зал сидят врачи, серьезные люди выступают, не меньше доктора наук, кандидатов не было, и все презентуют новые препараты. Вот наша фирма, вот наша фирма, вот, пожалуйста, наше производство. Все говорят так, вот этот астероидный анальгетик, он уже не работает, а вот этот, он еще лучше. То есть все, врачи сидят, слушают, из рук выходит на сцену мужчина, такой легкий, такой седой, интересный, легкий, как лань взлетел на сцену, и переводчик говорит, потому что там были англичане, там были американцы, там были французы, он взлетел так на сцену легко, и переводчик говорит, это директор института фитотерапии из Милана, Миланского института фитотерапии. И фитотерапии, представляете, на уровне вот этой вот фармакохимии всей, которую рекламировали, вдруг фитотерапия. Ну все так оживились, оживление в зале немножко, ну что-то вот новое. И вдруг мы слышим, он говорит, я только слышу нестероидные анальгетики, нестероидные анальгетики. У вас же в России осина, у вас же в России таволга. Здесь мои врачи, не те, которые у меня работают, а те, которые работают, ну как бы просто знакомые. Антина Ивановна, она нефролог, она, Елена Викторовна, я вашу таволгу пью, меня так толкает. Я говорю, ну кто такая Елена Викторовна? Это директор фитотерапии из Италии. Конечно, это интересно. Да, да, таволга, таволга. То есть я хочу сказать, вот такие вот тоже моменты очень интересные бывают. Так что хочу сказать, что будущее, прошлое и настоящее будущее за травами. Вопрос в том, чтобы мы с вами больше это, скажем, выносили просветительского момента и больше делали для себя, для своих близких. Несли это дальше. Потому что, ну это, скажем, без сравнения просто. Очень важно, очень важно. И есть пациенты, которые действительно очень давно, скажем, перешли на рельсы на тура. И, знаете, как интересно, приходят и к мне аптечку. И ты знаешь, чего ему надо. Потому что в аптечку входит таволга, масло зверобоя, караосины, вот, осокарь. Осокарь это, я знаю, и еще что входит в аптечку. У нас входит в аптечку кровохлебка, корень кровохлебки. Такой некрасивый. Такой, если только кровостанавливающий, у нас другие травы есть, намного лучше останавливающие кровотечение, чем кровохлебка. Осокарь, сейчас я скажу, это старший брат осины, старший брат. Вот, вы его поищите у себя, потому что осина есть везде, скажем, в основе своей осокарь растет только по берегам, водоемов, озер, рек, только. Это очень могучие деревья. Вот, осина никогда не будет такой большой, такого могучего ствола не будет. У меня есть фотография, где я дерево обняла, вот так. Так, рядом со мной моя дочь, подросток, она тоже руки вот так, а дальше юноша, ее одноклассник. Вот мы стоим вот так, и мы не обняли до конца. Мы все вот так, это огромное дерево. Вот такое мощное дерево, которое растет возле водоема всегда. Но это тоже, почему из, скажем, младшей брата осины, по той причине, что очень-очень запах похож. Ну, только в каком плане похож? Вот осинку, вот такой запах, услышите, когда дождь прошел, и вот эта горечь осиного листа, она будет какие-то, какую-то эволюционную память, вот так, которая где-то, вы знаете, что для человека запахи это особенное всегда. Ну, вот интересно, что, если вы меня спросите, а какой ваш запах самый любимый, какого цветка, растения, там, или духов, или эфирного масла, я скажу, самый любимый запах для меня это листа соколя, вот черного тополя. Я не знаю, это сразу слезы в горле, в хорошем смысле слова. И может быть, где-то, где-то что-то еще что, чего я даже сама не смогу осознать никогда. Но это так глубоко, так вот где-то. И ты никогда не сможешь его нанюхаться. Открывай вот коробку его, если вот туда, вот. Ой, это что-то, это что-то необыкновенное. Силы дерева необыкновенные, конечно. Надо собирать, особенно если почка, кора, это молодые, молодые, очень часто поросли. Возле могучих деревьев образуются поросли на берегах рек. То есть падают, естественно, почечки, и потом вырастают молодые деревца. Вот с этих молодых деревьев, когда вы берете почечку, положите ее в рот, вы будете удивлены. Это по типу, ну это прополис растительный. У вас просто навокаин, у вас полностью все омертвеет. То есть вот настолько, вот, настолько смолы, которые есть именно в соколе, ну это как клей прополисный, все равно пчелиный клей. Значит, вот здесь на стоечке у нас обычно, вот, сделайте почки, соберите, лист молодой, который клей, клейки. И очень часто можно видеть, как почечка висит на листочке еще, листик. Вот молочный такой, тонкий-тонкий, почти прозрачный. И капает, капает плачем буквально соколь. И вот буквально мокро под деревом соков сколько с него. Вот кора, листочек молодой и, значит, листочек молодой, почка, это все настойка осокаря. Но это самого высокого ряда антибиотик, которые работают с температурой, скажем, легочной, почечной. Это очень проблемы с верхними дыхательными, вернее, с нижними дыхательными путями. И верхние, и нижние. Если осина больше нижняя, то здесь и верхние, и нижние дыхательные пути. Это короническая обструктивная болезнь легких. Это бронхиты, это пневмония, то есть это вот, это все осокой. Это любые проблемы с почками. Это циститы, скорая помощь при циститах. Это скорая помощь при пиелонефритах. При всем том, что мы, смотрите, как интересно. Мы обычно будем при пиелонефрите, раздражая почечную лоханочку у нас смолы, да, березы, если это березка молодая. А здесь, казалось бы, такие смолы, но вы знаете как, нет раздражения, удивительно. Идет очень сильнейший противовоспалительный эффект. Применяется, то есть это уже, скажем, себя зарекомендовал. Но здесь тайна вот этого дерева, необыкновенная тайна. Что еще? Кисты в почках. То есть это как бы улучшает, каким образом на кисты может воздействовать. Это как бы нонсенс такой. Улучшаются обменные функции. Более того, клубочковая фильтрация улучшается почечная. И вот этих пространств, которые очень часто при большом, скажем, скоплении кист, когда тканная структура у почки такая, что буквально отекают вот эти межклеточные пространства почки. И очень серьезная ситуация при поликистозе. Вот осокарь у нас один из препаратов выбора, потому что очень мало таких препаратов, которые будут работать. Поликистоз это практически ассоциировано с онкологией. И сказать, что это конкретно только осокарем лечится, не приходится. Но один из препаратов, который существенно оказывает помощь при данной патологии, это осокарь. Как раз настолько осокаря. И поэтому листочки осокаря уже более, скажем, в виде более спелым, допустим, ну как спелым, допустим, это уже седьмой, десятый день, даже двух недель, если вы собираете и можете в сборы положить, в почечный сбор. Это может быть печеночный сбор, это может быть противовирусный сбор. То есть это все имеет место быть. Ну а возвращаясь к кровохлебке, скажу только следующее. Кровохлебка это не только остановка кровотечения. Очень часто маточником называют, почему кровохлебку, потому что это действительно маточные кровотечения. И не только кровотечение, непосредственно на первопричину лечит. Есть именно вот такой лечебный эффект, как противоопухолевый, при онкологии матки, при миоматозных таких вот проблемах. Тоже работаем с кровохлебкой. То есть она входит у нас в коз лечения непременно. Значит, что еще? Кровохлебка, конечно, при неспецифическом язвенном колите. Боже мой, вы, наверное, когда-нибудь слышали, такой страшный метод, не дай бог, когда молодые, больше болеют молодые люди. У меня, конечно, есть пациенты более старшего возраста, и моего, и старше, такие, у которых ремиссия очень длительная. Ну и не специфический язвенный колит, это, естественно, это полиорганное заболевание уже. То есть там всегда дисфункции гормональные, там очень часто поликистозы сопровождают в анамнезе. То есть очень такое грозное заболевание. Но если, скажем, это более молодой человек, когда, скажем, мы можем все равно наблюдать, что это заболевание полиорганное. Всегда дисфункции гормональные. Всегда девочки молодые, у которых сопровождается вот не специфический язвенный колит, ну, скажем, это послабление стула практически по носу до 20-25 раз в сутки бывает с кровью. Представляете, такие пациенты идут на сульфосалазину, на гормонах, на преднизолонии. Это очень страшно. То есть это практически в будущем это перфорация кишечника, это часто смежно. И поэтому вот кровохлёб, я увидела, видите, как о таком грозном недуге, в принципе, я не должна говорить в рамках нашей встречи. А раз уж пришло, значит, в курс, там курс очень серьёзный, конечно. И хочу сказать, вот такой грозный недуг. И очень часто одно из правил фитотерапии – не лечить острых состояний. Но я хочу сказать, не, это вот как бы правило законодательное, не лечить острых состояний. А как бы с не специфическим язвенным колитом, который не лечится вот теми препаратами, которые есть, и только инвалидность, и часто смерть. А как быть с энтеритом? Вот инфекционное такое заболевание, знаете, это одно, когда поражаются слизистые буквально вышелушиваются очень часто, знаете, просто эпители сгорают просто. А часто деточки такие, грудные дети буквально страдают. И часто мы говорим, что как? Здесь же только эмоционные состояния часто. В моей практике были случаи, когда дети буквально погибали. И мы давали, называется, давали, чтобы вскочить на подножку поезда уходящего. Просто выпаивали такой ребенка из пипетки, кровохлебкой. Дети оставались жить. Собаки, братья наши меньшие, хороший у меня переход от детей, да, спят в педиатрии, в критеринарии. Очень часто собаки опускают собак, там они что-то где-то поедят, и тут же и энтериты там, или просто с кишечником проблемы. Всегда собачники знают, советуем также. Уберите воду и дайте, как хочется сказать, человеку, и дайте собаке отвар кровохлебки. Животное с таким, оно же интуитивно чувствует, во-первых, это вкусно, это отвар очень вкусный, по типу вкусного индийского чая, вкус, нет ни горечи, ничего. Кипятим собакой пьет и выздоравливает, регуляция очень хорошая. Здесь смысл какой, что не специфический язвенный корид, что, скажем, энтерит, это даже дизентерия, скажем так. Это все заболевания, которые практически, скажем, сняв симптоматику, мы не воздействуем на, скажем, на далеко идущие, скажем так, обстоятельства, которые могут потом возникнуть. То есть вам нужно понять, вот, что кровохлебка, почему она входит именно в нашу аптеку, по той причине, что вот в той же дизентерии, или энтерит перенес ребенок, сняли симптоматику, поноса нет, слава богу, крика нет, боли нет. Но слизистые, которые претерпели изменения, могут стать основой будущей страшнейшей хроники. Вплоть до не специфического язвенного корид, значит, мы с вами что должны сделать? Мы должны с вами не просто снять острую ситуацию в той же дизентерии, да, все, поноса нет. Или, что далеко уходить, дизентерия не у каждого. Отравление, вот кто-то где-то поел, и несколько дней, буквально 2-3 дня человеку плохо. То рвота, то понос, обезвоживание, ну ладно, одно дело терапии, все, сняли все. Человек, ну все, слава богу, пошел на работу. Вот, оказывается, он-то пошел на работу, но катар, который возник, а катар что это такое? Воспаление, катар, значит, стеночек желудка, эпителий желудка, тонкого, толстого кишечника, претерпевает изменения и тоже фон для развития серьезных хронических заболеваний в будущем. Так вот, мы с вами говорим о том, что кровохлебка, корень кровохлебки воздействует не только на сам бактериальный агент, на инфекционную ситуацию, но и последствия, которые дает данное заболевание или состояние, будь то отравление или дизентерия, или эндерия. Представляете, в чем? То есть, поэтому, до лечивания хотя бы 10 дней, а лучше 2 недели, не надо терапевтических доз таких серьезных отвар. Сделайте хотя бы уже микродозы потом, и пропить 10 дней, 2 недели, мы будем знать, что ничего плохого не случится. А дизентерия еще чем страшна? Что дизентерия-то прошла, а создается серьезная хроника, основа для хроники. И часто люди с большими серьезными патологиями желудочно-кишечного тракта приходят, и в анаблезе у них стоит перенесенная дизентерия. Понятно, да? То есть, интервенция случилась, и человек не смог воздействовать на то, чтобы, скажем, не пролечен человек. Прошлась ситуация острая, попил там чего-то, все и забыл. Вот так. Поэтому любое отравление домашнее, любые какие-то вот такие ситуации, они нуждаются в правильной сопроводительной терапии, грамотной, понятно, да? И еще, скажу вот такие вещи интересные, не популизм, но интересно. Тиф, паротиф, холерный вибрион, зачем нам это нужно? Ну, это для сравнения. Погибают в течение 15 минут в лабораторных условиях под воздействием корней кровохлебки. Это очень серьезно. Вместе с тем нет противопоказаний. Ну, кроме того, что если у вас тромбоцитов слишком много, скажем так, чтобы воздействие не было вот такое серьезное. И еще запоры. Если у человека склонность к запорам, скажем, а в основном, видите, как все заболевания, которые с диспепсией проходят, то есть это вот такие моменты. И еще интересно, в тибетской медицине есть такие удивительные растения, терминалия, миробаланхия, бубула. Это уникальные растения, которые являются столпами, которые пять вкусов имеют. То есть там они все лечат, все прям вообще все на свете. И вот задаю вопросы интересные, вопрос одному специалисту. А есть ли в нашей терапии, которое как бы соответствие, наше растение европейское, которое бы соответствовало восточному по действию, по вкусу? Он сказал, вы знаете, наверное, это крылохлебка. Я говорю, да, а потому что там четыре вкуса. Опять намечается, как он сказал, опять намечается, как бы проглядывает. Это очень интересно, спорно или нет, но я услышала, вот еще такое есть мнение. С этим надо разбираться, конечно, и лабораторно. Потому что я не приемлю, бабушка сказала, я приемлю только доказательную медицину. Если есть доказательная база, все имеет место быть. Согласны? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!